Вопрос. Почему гимны о силе крови Христа вам так дороги? Знаете, мы когда поем о силе крови, у меня внутренность переворачивается. Это самое, что ни есть, дорогой в мире. Ничего нет дороже, чем кровь Иисуса Христа. И она имеет в себе силу. На Писании говорит о том, что апостол Павел, 2-го послания Тимофея, 3-й главе, говорит такие слова. «Знай, говорит, что в последние дни настанут времена тяжкие». Не причитается, люди будут такие и такие, да я говорил об этом. В конце написано, имеющие силу благочестия, имеющие вид благочестия, силы же им отвергшиеся. Мы живем время, когда силы нету. Нету силы. И это сила в крови Христа. То, что мы утром говорили, люди многие говорят о том, что они верующие, да? А на самом деле нету силы. В чем суть? Это большая, огромная тема. Может быть, когда-то о крови Иисуса стоило бы и конференцию даже провести. Да я вам просто, чтобы вы могли хотя бы себе представить, да, в чем суть. Когда Господь определил место, где соединится земля с небом. Помните это место, да, на земле? Святой Святый. Когда Он сказал, постройте в Скинию собрание, да, все. И вот три части. Первый заходишь в отбор, жертвенник стоит, умывальник. Можно... Это великие символы, да, это говорят о жертве Христа, да? Дальше заходишь в этот, как бы, в храм Святое, где три вещи стоят, святильник золотой, для предложения 12 хлебов и жертвенник курения золотой, на котором приносились вот именно благовонные курения. Это была последняя часть, куда никто не мог заходить, кроме как священник, а первый священник раз в год. И он заходил туда с кровью. Это было место, где Господь открывался, где Он говорил над крышкой ковчета. Это Святой Святый, где небо соединялось с землей. И вот я бы хотел, чтобы, если кто из вас Писание знает, могли вспомнить некоторые вещи, что там было. Это ковчег был сделан, как ящик, из дерева сетим, обложен чистым золотом, крышка тоже золотая, да? И над этой крышкой находились, что? Два херувина, которые вот так крыльями, вот так стояли. Они смотрели лицом на ковчег и крылья вперед, и с другой стороны такой же херувин. И они соединялись и покрывали крышку ковчега. Туда мог заходить священник, и когда только они, это первосвященник, и когда только они это сделали, этот ковчег, и когда происходило как освящение, когда идил себе Господь, перед всем этим, занесли туда кровь, и кровью была полита крышка ковчега. Но не херувин. Если внимательно читаете, только крышка ковчега. И херувины, когда смотрели, это великие символы, да? Херувины, когда смотрели, что они видели, на что они смотрели. Где мы еще в Библии встречаем херувин? Херувин с огненным мечом выгнал Адама и Ева израиля. А теперь херувины, проникли лицом и смотрят на кровь. Уже без меча. Открывается дорога в рай. Это самое, что у меня есть дорогое, пращие сестры, это пророк из жертвы Христа. Только посредством его крови нам опять открыта дорога в рай. И тот херувин, который вынужден был с мечом выгнать нас из рая, теперь смотрит на кровь Иисуса Христа. И нам открыт вход. Это великая в этом сила. Это не только в будущем. Это реально сила к святой жизни сегодня. Вопрос стоит, ты познал ли силу крови, скажи? И омыт ли ты кровь Христа? За тебя текла эта кровь. Есть ли обыдь? Знаете, как больно иногда с людьми беседовать, они говорят, я вот все понимаю, да? А не могу. Я не могу оставить порнографию, курение, пьянство, там что-то, да? Воровство еще что-то. И на самом деле нету силы. Все, кто обещает или еще что-то, это обман. Силы освобождения от греха нету на земле. Нету. Нет. Сегодня вас могут отправить в день спасти, полечить, от пьянства, от наркомании, или еще что-то. Во-первых, до времени, а второе, нету, еще что-то. От греха нету силы. Только в крови Иисуса Христа. И познал, и ты силы. Вопрос задает, расскажите, как вы познали Христа. Вот это то, что я познал. Уже будучи постарше. Вот это то, что я познал. Я лично пережил. Встретился. Вот именно это трудно может передать словами яда. Вот эта встреча. И эта встреча произошла только тогда, когда меня осенило это. Когда я понял при чтении Галатам, когда я читал Галатам, да, где Павел говорит, и мы, которые, говорит, вот надеялись на оправдание закона, и мы теперь поняли, что говорит, оправдываемся. И там стоит слово. Только, только верою в Иисуса Христа уже нету. Я помню, когда я при чтении этого слова, я был в особых переживаниях, молитве. Я помню, мы дома находились с уходами, когда я читал это место. И дошел до этого. Только во мне все потряслось. Я действительно понял, что только больше ничего. И это только. Это сила Галатам. Потому для меня это мое чайное. Это то, чем я живу. И каждый раз, когда я думаю только об этом, то, вы знаете, аж мурашки по телу проходят. Это трудно себе представить. Вы просто подумайте. Тот ангел, который выгнал, закрыл нам дорогу в рай. Да? Теперь она открыта. И он смотрит с удивлением. Как? И он видит перед глазами, что? Кровь. Кровь Христа. Вот почему это так было. И моя молитва и желание, чтобы для всех это стало так же. Спасибо. Спасибо. Спасибо.